Музыкальная школа номер два даже в выходные дни звучит мелодиями и напевами. Среди всего этого разнообразия можно различить как индивидуальных исполнителей, так и групповые вариации. Если доносящаяся музыка волнует сердце, а сами композиции знакомы, значит это репетирует оркестр народных инструментов. За более чем два десятилетия существования через творческий коллектив прошло большое количество талантливых ребят, которые заявляли и заявляют о себе и сегодня. Я попал в эту музыкальную школу не случайно, потому что я решил связать свою жизнь с музыкой. Я играю на аккордеоне, это такой довольно очень, как говорят современные, очень классный инструмент. На нем можно исполнять разные композиции. Также аккордеон может исполнять роль, например, органа или баяна. Чтобы на нем играть, надо много лет тренироваться и учиться. На сымбалах классно играть. Ну не очень тяжело и не очень легко, а что-то среднее. На сымбалах, если ты трималируешь, это когда вот так вот быстро надо делать. Нельзя поднимать плечи, потому что они очень быстро устают, а потом спина болит. И вообще надо красиво сидеть ровно. Недавняя поездка коллектива в Киев принесла в копилку заветные награды. После выступления на международном конкурсе «Украина-едная свит» оркестр привез в Брест гран-при. Конечно же, эмоции у ребят и у руководителя Евгения Прокопюка до сих пор такие же сильные. Присутствует волнение и гордость за заветный результат. Конкуренция была серьезная, потому что всего было порядка 1400 участников, но в разных номинациях. Там была и хореография, и цирковой жанр, и театральный, и сольное исполнительство. С разных стран было. С Грузии, Литвы, с Белоруссии были, с Бобруська, с Минска. С Украины было много коллективов. Вы знаете, даже когда мы отыграли, к нам подходили другие руководители, ко мне подходили другие руководители, которые говорили, благодарили, говорили теплые слова. Ну и ставили наш оркестр пример своему руководству, чтобы показать, насколько могут дети так профессионально исполнять произведения. Конечно, гран-при конкурса «Украина. Едная свит» – не единственное достижение оркестра народных инструментов. В большой копилке немало наград различного достоинства. И это не дает повода для того, чтобы расслабиться. Заданная высокая планка должна поддерживаться. Благодаря этому фестивалю нас заметили. Пригласили, вот, будет в Минске проходить фестиваль «Зорная кветка» в 2019 году. Мы также планируем сейчас туда поехать. Анастасия Ноздрин, Платиска, Андрей Щербантон, Луговкин, телекомпания «Бух-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин